Привет, друзья! Чтобы весной у нас было очень красиво и цвели тюльпаны, нарциссы, крокусы, нужно очень хорошо потрудиться осенью и высадить все эти самые луковичные. Я сейчас занимаюсь посадкой тюльпанов и нарциссов. И сейчас покажу о способе, который я использую. Многие новички удивились, когда в инстаграме я показала вот такие вот ящики и что в них лежат луковицы. Меня спрашивали, действительно ли я сажаю прямо вот в таких ящиках. Да, это специальные ящики для луковичных и они очень удобны, особенно для тех сортов тюльпанов, которые нужно выкапывать летом. Чтобы просушить луковицы, это сделать будет элементарно. Просто достаем ящик и не нужно копать. Лопатой повреждает всегда луковицы. И по мне, если закопал один раз тюльпаны в обычную землю, это все, пиши, пропало. Сложно потом с ними что-то сделать. Итак, как определить глубину, на которую мы кладем луковицы? Все делается очень просто. Луковица, вот два расстояния этой луковицы должно быть сверху. Ну, то есть вот получается сантиметров 10. Вот на такой глубине лежат тюльпаны. Соответственно, с нарциссами то же самое. У них луковицы побольше и глубина залегания будет у нас больше. Вот на такой вот ящик я кладу 10 луковиц. Это нечасто. Они отлично цветут, разрастаются. Но тогда получаются такие хорошие куртины. Я не люблю единичные посадки тюльпанов. Мне кажется, это какое-то баловство. Еще удобно вместо вот таких маленьких ящичков использовать большие для продуктов. Есть в магазинах тоже они невысокие. И вот если в него разложить очень много луковиц, весной это просто бомба. Так, вот я вырываю ямки. На дно ямы я всегда добавляю песок сантиметров 5 для дренажа. Вот таким вот образом. Видите, у меня уже тут насыпан песок. Раскладываю луковицы. Как я вам уже сказала, 10 луковиц на такую корзину. Вот так вот. В песочках удобно втыкать. Обычно стандартный набор с луковицами. 10 или 5 луковичек. В некоторые 5 кладу. Я уже вам сказала, что люблю пышное цветение. Потом я обязательно добавляю удобрения. Использовать можно любое минеральное удобрение. Многие советуют с добавлением азота. Ну, как бы удобрение для весны. Ведь луковицы у нас начнут расти именно весной. Я же предпочитаю наоборот осеннее удобрение. Потому что азот очень быстро высвобождается. Если осенью луковицы получат азот, они стартанут у нас в рост. А нам не нужно этого. Поэтому я добавляю калийно-фосфорные с пометкой осень. Любые минеральные у меня фертика. А уже непосредственно весной я пролью их азотными удобрениями. Либо брошу горсточку той же фертики. Смотрите, небольшую горсточку вот так вот рассыпаю. И сверху эти луковицы я уже засыпаю землей, которая тут была. И добавляю в нее немного биогумс, чтобы грунт был более рыхлый и питательный. Как только я засыплю землей, все свои посадки я амульчирую корой. У меня кора лиственницы мелкой фракции. Прорастут ли тюльпаны? Да, прорастут однозначно. Просто не нужно делать какой-то толстый слой, там сантиметра два достаточно. Во-первых, кора защитит от заморозков. И во-вторых, это очень красиво смотрится, когда не в земле растут такие красивые цветы, а при замульчированных посадках. Вот такой вот способ, но он вполне известный при посадке луковичных. Я его как начала использовать, у меня практически нет луковиц, которые не цветут. Потом удобно в этих корзинах вынимать, вот прям вместе с корзиной, чтобы не были вот эти сухие листья от свежих тюльпанов. И можно положить куда-нибудь под яблоню, чтобы луковицы дозрели. Потом в середине лета мы их достаем на просушку, просушиваем, а осенью сажаем опять. При посадке нарциссов я использую все то же самое, только я не использую корзины. Нарциссы можно посадить, их года 3-4 не трогать. Поэтому я их сажаю просто в землю, рассчитываю точно так же глубину, добавляю удобрения и засыпаю биогумусом с грунтом. Обычно все цветет меня и радует, но это мы посмотрим с вами весной. До встречи, всем пока!